Расскажите, пожалуйста, нам про игру Дартс. Вообще, что это за игра, что она из себя представляет и что мы должны делать? Дартс, чем он хорош? На мой взгляд, Дартс хорош тем, что это может быть игра, которая приходит к вам на всю жизнь. Многие начинают играть совсем в девушеском возрасте или даже, можно сказать, молодыми ребятами, допустим, 10-12 лет, как и девушки, впрочем. И потом всю их жизнь эта игра их сопровождает. Я играл с одним из очень неплохих игроков, которому он был уже 75 лет. И он играет тоже практически с детства. Это, наверное, первая причина, по которой Дартс может быть интересен любому возрасту. Вторая причина – это то, что Дартс – это не просто игра, которая призвана развлекать людей, но это еще и спорт. В нашей стране Дартс является спортом уже достаточно долгое количество лет. Проводится еще чемпионат России, первенство России. И наши игроки участвуют в международных соревнованиях. Они играют на Кубке мира, на чемпионате мира. И это игра спорта больших достижений. Если мы говорим о профессиональном спорте, о профессиональном Дартс, то игроки зарабатывают очень неплохие деньги. На чемпионате мира, кто занимает первое место, получает приз 300 тысяч фунтов. 300 тысяч фунтов – это вообще различные деньги. Да. Да, около полмиллиона долларов. Конечно же, не все могут так заработать, но, тем не менее, это цель, к которой все должны стремиться. И, конечно же, безусловно, что еще важно в этой игре, то, что разместить все необходимое для того, чтобы начать играть, очень просто. Это можно сделать как в больших помещениях и залах для соревнований, так же это можно сделать очень легко и у себя в домашних условиях. Это не составляет большого труда. Игорь, скажите, пожалуйста, я вижу, у нас здесь разные спортивные медали представлены. Чем отличаются мишени? Здесь, в данный момент, представлены два типа мишени. Вверху – это мишень для софт-тип дартс, то есть он софт-тип, потому что в игре такой дартс используются дротики с иглой из пластика. Внизу – это мишень для классического дартса, она сделана из сизали и предназначена для игры дротиками с металлической иглой. Если говорить вкратце о дартс софт-типа, то он имеет две разновидности. Первая разновидность – это европейская, и размеры мишени, утроения и удвоения, они близки к классическому дартсу. Эта мишень, правда, не оригинальна такого, условно можно сказать, азиатского типа, но это мишень, которая поделала своему внуку. Но она хотя бы показывает нам, в чем принципиальное отличие между мишенью европейского и азиатского типа. Здесь гораздо больше удвоения и утроения, но там и чуть-чуть отличается расстояние. Если мы в классическое дартс играем на определенное расстояние, то здесь расстояние на 8 сантиметров дальше. Что еще можно сказать о данном инвентаре, на что мне хотелось сделать акцент? Вот если мы посмотрим на мишень для классического дартса, в частности, вот данную мишень, то сейчас это уже более дешевый вариант исполнения этой мишени, но когда мы начинали играть, это была наша мишень основная. Чем она отличается от современной? Если вы обратите внимание, вот здесь есть металлические скобы, мы как раз о них говорим, и так как их достаточно много на мишени, то это приводит к достаточно большим количеству скоб. То есть, друзья, может попасть в полуку и отскочить от мишени. Если вы обратите внимание, то проволока здесь круглая, она просто прижата к мишени. На современном этапе уже сделана мишень немножко другая, где, как вы видите, никаких лишних крепежей нет, проволока гораздо тоньше, чем здесь, она не круглой формы, просто есть некий выступ. Надо связать, чтобы четко показывать место попадания дрофика, и не было вопросов, в какой сектор он попал. Поэтому, в основном, все наши соревнования, которые проводятся, и в России, и, конечно, за рубежом, проводятся уже на более современной типе мишени. А как начать игру? Как повесить правильно мишень? Многие, совершенно парадоксально, совершают очень простую ошибку. Для того, чтобы повесить мишень, в коробке, когда вы ее приобретаете, всегда есть крепеж. Ну, я не буду показывать, что там есть винтики, что там есть дополнительные ножки для мишени. Мы скажем принципиально, как она вешается. Вот есть такой крепеж. Этот крепеж, учитывая, что расстояние от пола до центра мишени должно быть метр семьдесят три, вы четко фиксируете на определенной высоте вот этот крепеж, после чего в центре мишени, вот здесь даже есть специально намеченная точка, вы выворачиваете саморез, и все, этого фактически достаточно для того, чтобы повесить мишень. Какие плюсы мы приобретаем при таком размещении мишени на стене? Мы имеем ряд преимуществ. Первое, мишень легко снять и легко также вернуть на место. Ну, вот так это будет выглядеть. Мы легко ее вешаем на место. При этом, для того, чтобы мишень у нас служила максимально долго, она сделана таким образом, чтобы было очень легко поменять сектор, потому что мишень должна висеть. Вот сейчас вы видите правильное, классическое размещение мишени, когда 20-й сектор черного цвета находится вверху, а внизу под ним находится тоже черный сектор и цифра 3. Но в процессе игры, естественно, сектор изнашивается, потому что, ну, я бы чуть дальше объяснил систему подсчета тренировок, он максимально задействован в игре. И когда вы его сносили, вам очень легко просто поменять сектор. Вы поворачиваете мишень, снимаете проволоку. И вот вы уже играете в новый сектор, который не был задействован до этого. Сколько тонкостей? Это очень удобно, да, это позволяет служить мишени. Но я думаю, что при не очень интенсивной работе с мишенью, прям никак ты совсем уже стал профессиональным спортсменом, я думаю, что она может служить там и два года, у кого-то и три года. Это очень удобно и очень легко. Итак, мишень мы повесили. А что же дальше? Как нам начать игру? Как понять, откуда игрок должен кидать дротики? Есть стандартные размеры и расстояния, на которых нужно играть, на которых проводятся все официальные турниры. Как я уже сказал до этого, высота мишени от уровня пола до центра мишени, до пола, должна быть метр семь и стей. И здесь есть некая сложность, потому что расстояние должно быть не от стены, а от проекции плоскости мишени на пол. И вот это расстояние от этой проекции до линии броска, она должна быть два тридцать семь. Ну, если быть точным, то это должно быть два тридцать семь, запятая четыре. Не всегда это удобно, искать проекцию, отмерять расстояние, поэтому можно воспользоваться очень легким и нехитростным приспособлением, такой специальный гард с линейкой, которая измеряет диагональ. Соответственно, если мы знаем две стороны треугольника прямоугольного, то мы можем измерить диагональ. И у меня с собой заготовлена, естественно, такая линейка, она у меня всегда имеется в наличии, и ей пользоваться очень легко. Вы в такое специально сделанное отверстие втыкаете дротик, и дротик втыкаете в центр мишени. Игорь, а не важно, какого человек роста, ребенок, взрослый? Абсолютно. Дело в том, что когда вы только начинаете играть, то, конечно, наверное, для самого маленького ребенка имеет смысл мишень повесить чуть ниже. Конечно же, неинтересно будет ребенку, когда он будет бросать мишени и не сможет бросать дротики, это очень дискомфортно. Ребенок должен получать удовольствие, он должен бросить дротики и иметь возможность забрать. Но я бы рекомендовал все-таки, если мы говорим о детском дарсе, совсем о детском, для маленьких, как вот дарс, который я купил для своего внука, все-таки, конечно, вот такой дарс, наверное, более безопасный, потому что давать дротик с иголкой совсем маленького ребенка не совсем правильно, но, может быть, маленький и частый случай. Поэтому я бы все-таки рекомендовал для всех маленьких детей вот такой детский дарс вполне достаточно для того, чтобы начать играть. Конечно, держать его ниже. Это очень правильно. Итак, как мы находим это необходимое расстояние? Мы втыкаем центр мишени, дротик, после чего мы отводим этот сантиметр и получаем то необходимое расстояние, которое нам нужно для броска. Проводим линию и таким образом мы понимаем четко, на каком расстоянии нам бросать. Очень удобно. Конечно же, можно бросать и с линии, но гораздо более комфортно, если на линии броска устанавливается такой специальный барьер, который не позволяет вам заступить, сделать неправильное какое-то движение, которое позволяет на ней упереться и бросать. И сейчас я вам покажу, как этот барьер может быть закреплен в нашем случае. Игорь, а из чего должен быть этот барьер? Он продается специально в каких-то определенных магазинах или это делается из подручных материалов? Барьер в магазине купить готовые невозможно, их никто не производит. А вот сделать самому очень легко. Я для того, чтобы сделать барьеры, нашел очень, как мне показалось, хороший выход. Я использую продающиеся в Leroy Merlin готовые ступеньки. Они очень хорошей формы, достаточно хорошо обработанные. Они ему скашили, чем необходимо для, допустим, нашего использования. Ну, там очень легко прямо там же в Leroy Merlin отрезать лишнее. И этот барьер, он хорош тем, что он имеет большую площадь. И когда вы его клеите, например, на кафельный пол, в данном случае, то я использую двусторонний скотч. И при большой площади этого барьера, он его тяжело сдвинут. А сейчас я покажу вам, как это легко сделать здесь, на кафельном полу, и объясню, чем он гораздо более удобен, чем простая линия, начершенная на пол. Вот наш барьер. Здесь очень легко. Я наклеил двусторонний скотч. И теперь нам очень легко его закрепить. Все, что необходимо, это всего лишь нам, чтобы приложить барьер к той линии, которую мы уже нарисовали. Это сделать очень и очень просто. Все. Сейчас вы можете уже попробовать. Если вы упираетесь в него, он не двигается. И вам очень неудобно играть, потому как у вас отпадает необходимость смотреть на линию броска перед тем, как сделать бросок. То есть вам достаточно просто подойти к барьеру, или, как правильно в Дарсу он называется, оке, и начать свою серию бросков. Хорошо, барьер установили, мишень повесили. Предположим, это квартира, это дом, где свой интерьер, обои, картины висят какие-то. Родители боятся, чтобы не было отверстий вокруг мишени. Что сделать в этом случае? Правильное замечание, потому что у меня в доме, когда я первый раз повесил мишень, еще в старой квартире, после того, как я ее снял, вокруг, конечно, было большое коллеги. Я помню себя в детстве, потому что у меня так же было, да. И родители очень сильно ругались. Ну, первое, что можно сделать, для того, чтобы обезопасить непосредственно пространство вокруг мишени, есть такое защитное кольцо. Оно просто одевается на мишени и страхует нас от попадания мимо мишени на достаточно большое расстояние. Также можно сделать что-то своими силами. Вполне подойдет, если вы из фанеры или из какого-то другого материала сделаете обрамление мишени и попробуете, чтобы это красиво смотрелось, как вот сделано, например, здесь у нас ковролин или кусочком ковролина. Очень хорошо подходит или яркие цвета, но в зависимости от того интерьера, который в вашей квартире. Или это может быть зеленый цвет, который вообще очень универсален и очень хорошо подходит под цвет мишени и будет очень гармонично смотреться. Поэтому сейчас очень большое количество различных вариантов, что можно сделать, чтобы мишень не была источником отверстий вокруг. Защитили мы стену, а пол? У меня красивый паркет. Я не хочу, чтобы отверстия были на паркете. Это замечание, наверное, и здесь очень сильно актуально, потому что здесь обратная сторона медали. Дело в том, что здесь полкафины, и если дома мы хотим защитить паркет от дротика, то здесь мы хотим защитить дротик от плитки. Так как при попадании на плитку, вот иголка дротика будет тупиться. Поэтому мы тоже используем здесь ковер. У нас есть некое такое ковровое покрытие, которое мы можем постелить. И вот такого размера коврового покрытия вполне будет достаточно для того, чтобы вы защитили и пол, и дротики от любых неприятностей. Соответственно, это вы можете сделать и дома. Итак, все повесили, все защитили. Дальше. Чем мы играем? Для того, чтобы рассказать, чем мы играем, я предлагаю пройти к столу, и я покажу то минимальное многообразие дротиков, которое я принес с собой в своей небольшой коррекции. Это всего лишь малая часть моего богатства, которое я имею дома. Я очень люблю собирать различные дротики, которые чем-то отличаются, чем-то меня привлекают. В данном случае большинство дротиков, которые здесь представлены, это те дротики, которыми непосредственно играю я или играл когда-то. Поэтому я расскажу, что необходимо начинающему игроку знать о дротиках и как постараться подобрать себе первые дротики для того, чтобы было комфортно и приятно им играть. Дротики отличаются большим разнообразием. По форме в первую очередь, и по своим размерам, и по весу самое главное. Начинающему игроку, я думаю, что самый комфортный вес, который необходим для начала игры, это 22-24 грамма. Я бы порекомендовал. Дело в том, что как только ты берешь дротики, очень сложно понять все-таки, какой именно хват у тебя будет через даже, может быть, 10-15 дней игры. Поэтому для того, чтобы начать играть, наверное, лучше всего выбрать прямые дротики. Можно выбрать самые-самые недорогие. Они достаточно очень просты по своей форме. Абсолютно прямой дротик, позволяющий перемещаться пальцем по всей длине дротика для того, чтобы выбрать то положение, максимально комфортное для тебя. При этом нужно знать на будущее. Потому что это дротик, с которого вы начнете свои занятия. Но в дальнейшем вы после какой-то практики, какого-то времени игры, вы начнете задумываться, какая же все-таки форма дротика для вашего хвата больше всего подходит. И тогда нужно знать основные вещи. Что дротики отличаются, помимо формы, они еще отличаются тем, где находится баланс самого борреля. Ну да, чтобы понимать, дротик состоит из трех основных частей. Это непосредственно сам дротик. Это баррель. В баррель вставлена иголка. Баррель сделана у хороших дротиков, которыми играют большинство игроков. Она сделана из вольфрама. Это материал, который позволяет в минимальном объеме заключить максимальный вес. Дальше в баррель вставляется хвостовик. Вот так вот он выглядит. Вот так вот выглядит хвостовик. И перо. Непосредственно перо. Вот три основные части, с которых состоит дротик. Но что очень интересно, в настоящий момент появились, когда мы начинали, этого нет. Но сейчас уже появились машинки для того, чтобы была возможность взвынуть иголку. И таким образом дротик в настоящий момент становится как конструктор, как детская леда. Когда ты можешь подобрать под себя абсолютно любую баррель, абсолютно комфортную для тебя иголку и все остальные части. Если говорить, допустим, о моих дротиках, которыми я играю в настоящий момент, то они у меня состоят из трех частей совершенно разных фирм. Баррель у меня одной фирмы, иголка у меня другой фирмы производителя. И хвостовик с пером абсолютно третий. Я думаю, что это в дальнейшем наиболее комфортный путь на создание своего личного дротика. Если говорить еще о форме дротика, то можно говорить, что, например, существует дротик в виде бочки. Как бы бочки. Вот она представлена в двух видах. Здесь такая бочка более короткая. Вот эта бочка, она чуть-чуть подлиннее. Если мы посмотрим, то они в своем диаметре абсолютно одинаковые, но длина дротика отличается. Соответственно, если мы говорим об этом дротике, то баланс у этого дротика будет где-то ближе к середине, а у этого дротика уже чуть-чуть смещен в переднюю часть дротика. То же самое можно увидеть и на дротике вот такой формы, где тоже центр терминга дротика смещен в начало. Это может быть комфортно для игрока, который держит дротик в самом-самом начале дротика. Ну и еще вот такая может быть форма дротика. Она тоже смещена в начало борреля. Это дротики, которыми начинал играть я. И поэтому, учитывая, что я держу дротики в самом начале, мне было это очень комфортно. И такие дротики представлялись мне максимально приемлемыми для моего хвата. В настоящий момент, вот я как уже показывал до этого, дротик, которым я играю, мне вполне комфортно играть абсолютно прямыми дротиками. И я в настоящий момент использую вот эти дротики, они для меня наиболее выходящие. Мы говорили о том, что дартс имеет две составляющие. Это софткип и стилкип. Те дротики, которые я показал сейчас, это дротики, которые, в общем-то, пришли к нам из классического дартса. Но у меня с собой есть и примеры софткипа. Вот если мы посмотрим на дротик, который я вам показывал в Моркс, то у меня есть точно такой же дротик, который предназначен для игры в софткип дартс. И вот как раз я вам рассказывал, что иголка у него должна быть пластмассовая. Вот она есть, это пластмассовая иголка. При этом, если в классическом дартс есть правило, что дротик в целом должен быть не тяжелее 50 грамм в сборе, то для софткип дартса есть другое правило. Дротик должен быть в сборе не тяжелее 20 грамм, а где-то даже 18 на каких-то соревнованиях. Поэтому есть такие различия. Хотя, если вы посмотрите, форма дротика абсолютно одинаковая. За исключением только самой иголки. Также, естественно, как и большое разнообразие мы наблюдаем в дротиках с металлической иголкой, также такое же достаточно большое разнообразие мы можем наблюдать и в софтки дротиках. У меня, к сожалению, я не сильно увлекаюсь игрой в электронный газ, поэтому у меня не так много дротиков. Но даже здесь можно увидеть, что помимо того, что есть разные парели у дротиков, но также есть и разные иголки. Если вы посмотрите на эти иголки, то они тоже отличаются по своей форме. Это связано и с прочностью иголки. Для меня очень важна эта форма, потому что я держу направляющий палец на иголке. И каждый может подобрать, собственно говоря, оборудование, которое близко ему. А когда я говорил вам о детском дартс, то я специально положил этот дротик, я его принес как сувенир. Этот дротик как раз моего внука, он продается в комплекте с той мишенью, которую я показывал до этого. Конечно же, этот дротик не для серьезных соревнований, но для ребенка, я думаю, вполне приемлем, так как он целиковый и очень сложно сломать все оставляющие части этого дротика. Хотя при неком старании наш боец умудряется и это сделать, но и иголку тоже достаточно сложно сломать. Поэтому в детском дартсе пользуется вот такой дротик. Он не травматичный. При этом я хочу вам сказать, опять-таки, показать, какой прогресс произошел за последнее время. В Дартсе с новыми технологиями, с новыми идеями, произошли некие изменения. Но начнем с того, с чего все начиналось. Вот в 1937 году был сделан первый, так можно сказать, дротик классического образца вот в таком виде. Если мы посмотрим, допустим, вот на этот дротик, то вы посмотрите, что они даже, может быть, уже чем-то похожи, но явно претерпели достаточно серьезные изменения. Здесь перо сделано из бумаги, здесь оно пластиковое, соответственно, это срок службы. Более толстый хвостовик, более толстая баррель. Соответственно, попадать в какие-то части мишени таким дротиком было в свое время гораздо сложнее. И сейчас, когда уже сделаны новые дротики, то и так называемая кучность, там попадание, максимальная близость дротика к дротику становится гораздо более плотной, соответственно, чем эти дротики. Вот среди этого большого многообразия перьев мы видим еще достаточно большое количество хвостовиков. Ну, что мы можем сказать, например, о форме хвостовиков? Если вы посмотрите, то колоссальное совершенно разнообразие различных форм, конструкций и моделей хвостовиков. Чем они отличаются? Это очень легко увидеть. Во-первых, самое первое, что бросается в глаза, естественно, это размер. То есть мы легко можем увидеть, что длина хвостовика вот уже здесь отличается. Вы смотрите и понимаете, что этот хвостовик гораздо короче. При том, что перья абсолютно не одинаковые, соответственно, уже это влияет и на полет дротика, и на его баланс, потому как, например, этот хвостовик, он пластмассовый, этот металлический. Если мы посмотрим на систему работы, допустим, как вставляется перо в хвостовик, то она тоже отличается. Вот здесь, например, все очень легко. Вот здесь есть прорезь, перо, оно просто легко вставляется в эту прорезь. И вот это кольцо, которое мы видим металлическое, оно удерживает кончики хвостовика для того, чтобы они были максимально жестко прижаты к перу, и перо не вылетало. Если мы посмотрим конструкцию этого дротика, то здесь система немножко другая. Здесь перо вставляется вот как бы так сбоку. Это тоже хорошо, потому что, когда перо вставлено, то сверху дротика, вот если вы посмотрите, вы увидите такую защиту, которая позволяет дротику, который будет брошен вслед за этим, не разбивать перо. И таким образом перо будет служить немного дольше, чем оно служило без такой защиты. Ну, это основные системы, я бы сказал бы, хвостовиков, которые в настоящий момент распространены. Но есть еще система. Вот мне друг мой дал для того, чтобы я мог эту систему продемонстрировать. Она, чем интересно, здесь нет никаких разрезов, здесь нет никаких дополнительных прорезей, а перо вставляется сверху. И все. Но при этом оно еще может вращаться. Это удобно для некоторых игроков, кто любит, когда, допустим, если дротики попадают прямо максимально близко, то в момент вхождения дротика и удара о перо оно его просто проворачивает. И может воткнуться рядом с этим дротиком. Есть еще другой немножко хвостовик. Он и чуть покороче, и вроде бы система та же самая, но при этом он встает, и уже вращения нет. Он держится достаточно плотно. Вроде бы одинаковое перо, одинаковая система крепления, но уже совсем другой эффект. В моей коллекции, ну, это, кстати, вот перо, оно просто прозрачное, но, в принципе, предназначено для такого же крепления. Это очень похожая система пера. А вот эта система пера, она несколько другая. Она интересна тем, что если мы возьмем, допустим, этот дротик, вот снимем с него перо и поставим это перо, то она интересна тем, что вот если вы посмотрите, вот в этой части сам хвостовик полностью защищен от каких-либо попаданий дротика. Таким образом, дротик проходит всегда мимо крестовины хвостовика и не разбивает его. И таким образом сам хвостовик служит гораздо дольше, чем он мог бы служить без такой защиты. Очень полезная вещь. Если мы говорим о том, какие формы есть у оберения, то вот у меня здесь вот одно такое перо, сувенирное у меня осталось. Пожалуй, это та самая форма, которая является больше уникальной, чем распространенной. А вот основными распространенными формами пера, я думаю, что являются вот эти три формы. Если мы на них посмотрим, то вот эти вот три формы пера являются наиболее употребляемыми игроками. Это так называемое овальное перо, это, можно сказать, квадратное перо и такое прямоугольное перо. Если эти два вида пера в основном используются игроками, ну, я не могу сказать, конечно, наверное, что в основном, но я очень много видел игроков, которые играют именно в классический дартс, то это перо я видел у многих игроков, которые играют в софте, потому что дротик гораздо легче, и этого пера вполне достаточно, чтобы его стабилизировать. Игорь, вы говорили про защиту. Она одевается на любой дротик, я могу ее надеть? Вы можете ее надеть на любое перо, кроме, естественно, вот такой конструкции, где она уже существует. Соответственно, на любое перо, которое мы с вами видим нет защиты, конечно, оно абсолютно подходит. Очень интересное приспособление, да. То есть вы отламываете одну штучку, отламываете, берете перо, одеваете, вот. И таким образом у вас одет протектор оперения, то есть при попадании дротика точно в середину пера, а такое часто бывает, он не разбивает перо, а отскакивает, сохраняя перо целостно. Ну, и таким образом перо может служить чуть дольше, чем если бы оно служило без такого протектора. Вот что бы я еще хотел добавить, что, наверное, тоже будет достаточно интересно человеку, который решил поиграть в нас, что существует несколько достаточно удобных чехлов, которые позволяют переносить дротики для игры. Вот первый чехол, он очень многофункциональный. Здесь можно хранить не только дротики, но и все необходимые аксессуары, да. Вы можете сложить, положить за дротики, запасные перья, запасные хвостовики и все, что необходимо, и перенести это в любое место, где бы вы хотели поиграть. Я люблю, наш один товарищ делает вот такие чехлы, они очень комфортны тем, что ты можешь переносить дротики, не разбирая их. Ты просто их вставляешь целиком и можешь взять их с собой. Очень комфортно для переноски. Есть менее сложные чехлы, они просто чуть меньше, но тоже достаточно удобные. Можно положить дротики, можно положить перья, запасные хвостовики и все это взять с собой. Чехол просто более компактный. А вот этот чехол, мне нравится тем, что он очень удобен, я всегда такими чехлами пользуюсь. Они позволяют перенести дротики на рубеж во время соревнований. Здесь ты вешаешь его на себе на брюки, здесь можно положить запасные хвостовики и перья, что очень удобно, они всегда с тобой. И в то же время, тебе не нужно каждый раз складывать свои дротики, ты их потнул между играми и спокойно они у тебя на поясе всегда в сохранности, и всегда под присмотром, как я люблю говорить, потому что потери дротиков на соревнованиях, это такое, редко бывает, но иногда бывает, а это является достаточно большой трагедией для игроков в Дарс и хотелось бы этого избежать. Ну, вот, наверное, все основные вещи, которые мне бы хотелось бы сказать о Дарс-инвентаре, о подборе Дарс-инвентаря. И как я только хочу сказать, что, конечно же, разнообразие очень большое, что нужно начать с простых, недорогих вещей, потому как именно эти простые и недорогие вещи позволяют тебе сделать правильный выбор. Не надо питаться во все тяжкие, все-таки эта коллекция не собрана за два дня, не куплены все дротики одновременно. Я все-таки начал в свое время заниматься Дарс еще 26 лет назад, практически 25, поэтому эта коллекция собралась за достаточно приличный период времени, и, конечно, время от времени я менял свои дротики, пытался найти что-то новое, и за счет этого собралось какое-то количество. Про разнообразие дротиков мы теперь тоже знаем, в мишени у нас висит. Давайте научимся играть. Давайте. Чтобы начать играть, мы, наверное, должны обсудить, как держать дротик. Существует несколько типов хвата дротика. Первый хват дротика – это как ручка. пишет, пишущая ручка. И очень многие держат дротик именно так. Следующий хват, к этому типу хвата отношусь, наверное, и я, я держу дротик двумя вот этими пальцами, и у меня один палец является направляющим. Он у меня лежит на игле. Таким образом, на мой взгляд, этот хват достаточно удобный, потому что эти два пальца, они являются бросательными, а этот направляющий, то есть легко бросить дротик. Направляющих пальцев может быть не один, а может быть два. Кто-то держит, например, тремя пальцами. Здесь имеется всего четыре пальца. Еще один хват, его тоже можно назвать. Он менее, наверное, распространенный, когда люди в основном бросают просто двумя пальцами. Когда в броске участвуют только два пальца, которые держат, бросают дротик, иногда кисть закрывает дротик, и таким образом все равно тип хвата не меняется. Это хват, когда кидаются только двумя пальцами. Для того, чтобы понять, какой хват и как тебе удобно начать играть именно в момент, когда только знакомишься с этой игрой, то для меня на самом деле такое, ну, как бы простое упражнение, которое я всем рассказываю, как это удобно сделать. Вот вы кладете дротик немножко под углом себе на ладон, потом прислоняете большой палец и просто чуть-чуть прокатываете дротик наверх, и все. Он в вашем руке в позиции, которая позволяет удобно и комфортно его бросить в мишень. Можно попробовать? Конечно. Даже нужно. Самое удивительное, что не всегда у всех получается. Именно так, только угол можно немножко поменять. Вот он должен лежать под углом. Дальше просто приставляем большой палец и начинаем эти пальцы катить вниз, а этот вверх. Вот именно так прокатываю. А теперь поднимаем дротик, вот и все. И дротик готов к броску. Здорово. Да, достаточно просто и удобно. И для того, чтобы начать бросать, этого вполне достаточно. Потому что потом со временем все равно манера хвата и броска меняется. Я когда начинал бросать моим любимым игроком, и в общем-то я всегда считал его для себя. Конечно, он об этом узнал через несколько лет, когда я его пригласил в Москву. Это мой любимый игрок Джун Лоу. Когда он приехал, я тогда ему признался, что он мой как бы учитель. Но он об этом даже не подожревал. То есть он для меня был учителем в плане подражания ему. И, конечно, я подражал смотря кассеты. У меня не было тогда возможности с ним пообщаться. И первая возможность личного общения пришла через 4 года после того, как я первый раз взял в руки дротики. Я был очень счастлив. Но, что могу сказать, все равно любой игрок, который начинает играть в эту игру, он выбирает, может быть, какого-то игрока, который ему нравится, и он пытается так или иначе ему подражать. Но у меня через какой-то момент сложился именно вот свой хват. Сначала я пытался подражать хвату Джона Лоу, но потом у меня сложился свой хват. И в этот момент я стал играть гораздо более уверенно, и мои внутренние ощущения стали для меня гораздо более комфортны. Поэтому я думаю, что ничего страшного, если вы начинаете в начале своей игры кому-то подражать. Это даже может быть очень хорошо, потому что вы изучаете более правильный стиль броска. Потом со временем приходит ваш собственный стиль игры, который позволяет нам уже прогрессировать и развиваться. Мне кажется, так в любом спорте, наверное. Все равно ты приходишь в спорт и начинаешь подражать своему кумиру, а потом уже выстраиваешь свою технику чего-то, тех же упражнений. Абсолютно. Я могу сказать, если мы немножко отличаемся от дартс, мой племянник, он сейчас занимается футболом, и, конечно, у них Месси, Рональда, и, конечно, они ориентируются на них. Но, безусловно, если он станет профессиональным спортсменом, он будет сам своей индивидуальностью и, конечно же, он будет самостоятельным игроком. Но, тем не менее, да, мы начинаем заниматься тем временем спортом, потому что у нас появляется свой кумир. Свой кумир, да, правильно. Тогда перейдем к следующей стадии. Как стоять? Несколько слов о том, как мне нужно стоять во время броска. Очень важно, потому что люди совершают колоссальную ошибку, вот ноги, которые первый раз берут дротики, они почему-то думают, что это не дротик, а это копье. И все привыкли бросать копье, ставя опорную ногу правую, и если у тебя правая рука, ставится назад при броске копья. И почему-то все, когда начинают бросать дартс, они начинают бросать именно таким образом, из-за головы. Я бы тоже так бросила. Да. Как мячик. Это какая-то уникальная вещь, хотя уже много есть фильмов и сериалов и показывают, как надо бросать. Итак, как нужно бросать вправе? Нужно встать в полоборота, если вы правша, то правой ногой вперед, если вы левша, соответственно, наоборот, левой ногой вперед. Вы встаете, и вам нужно не наклониться вперед, что тоже является ошибкой, потому что многие говорят, вам нужно наклониться вперед, не нужно. Вам нужно перенести центр тяжести на опорную ногу. Это все, что вам нужно сделать. Вы переносите центр тяжести на опорную ногу. Левая нога является для вас опорой, чтобы вы стояли устойчиво. Кто-то стоит на двух ногах, просто переносит центр тяжести, кто-то вытягивает ногу, кому как удобно. Это уже каждый выбирает для себя наиболее комфортное положение. Но идея именно такая. Вы не наклоняетесь вперед, а вы переносите центр тяжести на опорную ногу. После чего вы ставите руку таким образом, чтобы ваше предплечье оказалось строго напротив мишени и было абсолютно параллельно центральному сектору двадцатой, третьей. Вот таким образом. Когда вы четко нашли для вас комфортное положение для броска, вы берете дротик, отволите его назад и бросаете. ДАС построен на однообразии движений. Поэтому, чтобы достичь этого максимального однообразия, ваша задача совершать как можно меньше лишних движений. Поэтому, когда вы встали в удобную для вас позицию, перенесли центр тяжести, поставили руку, единственная часть тела, которая участвует в броске, это ваше предплечье. Ваша кисть только является держателем дротика. Для меня есть такая аналогия броска ДАС с катапультом, потому что она напоминает мне максимально мою работу руки. То есть, я ее ставлю и практически как катапульта, только часть предплечья выполняет роль механизма, выполняющего бросок. Чаша, которая держит наш снаряд, она же неподвижна, поэтому кисть, которая держит дротик, она тоже его берет, и она неподвижна, и только предплечье отводит руку назад и делает бросок. На мой взгляд, очень хорошее упражнение, чтобы понять, какие мышцы должны быть задействованы в броске, это взять и буквально 2-3-4-5 минут максимум, свободной рукой, без дротика, сделать такие упражнения. Кисть должна быть расслаблена, она не должна ничего держать, она должна быть полностью расслаблена, чтобы не были задействованы лишние мышцы, не давали вам нагрузку дополнительную, которая вам не нужна. И поделать упражнение, побросать как бы дротик в мишень, и через какой-то момент вы четко поймете, какие мышцы предплечья работают, какие задушены. Для чего этого нужно? Это нужно для того, чтобы потом, когда вы возьмете дротик, и постараетесь бросить, чтобы вы четко понимали, четко понимали, что никакие мышцы кисти в броске не участвуют. Таким образом они не могут дернуться, не могут отвести воздротик в сторону, не могут помешать его правильному полету. Кисть всего лишь навсего держит воздротик в нужном направлении. И таким образом вы сможете сделать броски максимально однообразными, то есть максимально в одну точку. это поможет вам в вашей игре. Безусловно. Многие игроки совершают, может быть, так мне кажется, это мое мнение, но совершают ошибку, думая, что они целятся. Со стороны, и даже когда вы, может быть, смотрите на меня, вам кажется, что в момент, когда я встаю, начинаю движение дротика, что я целюсь. Вот в этот момент это не совсем прицеливание, потому что, например, когда вы берете ружье и целитесь, у вас вся механическая часть находится в одном положении, и пуля, вылетая, совершает полет, потому что ее выкидывает в пороховой заряд. У вас же происходит все немножко подбома. Как я уже сказал изначально, для того, чтобы хорошо бросать, нужно максимальное однообразие. И когда вы встаетесь и создается впечатление, что вы целитесь, на самом деле, что вы делаете, вы всего лишь нам всего устанавливаете ваш рычаг, ваш механизм в одно и то же положение. То есть каждый человек находит для себя комфортное положение дротика в начале движения. На уровне глаз, может чуть ниже, чуть выше, неважно, но всегда человек старается начать движение из одного положения, именно для достижения однообразия. То есть чем более одинаково вы начнете движение, тем более одинаково оно будет в дальнейшем. Поэтому впечатление прицеливания не совсем точно в данном случае в ДАКС, потому что все-таки движение происходит вниз, и вот у меня, допустим, я вижу всегда свой дротик, но многие игроки, они бросают вот отсюда, и здесь уже дротик даже не виден, поэтому говорить о, имеется в виду, в процессе движения, дротик уходит вниз, и говорить о том, что они целятся, уже сложно, поэтому я уверен, что момент, когда мы ставим дротик в верхнюю точку, это момент поставления нашего рычага в одинаковое положение, чтобы движение было максимально однообразно. Когда мы тренируемся, что мы делаем? Для игрока, который только взял дротики и начинает играть, его первая цель, его основная задача научиться бросать максимально однообразно, почувствовать скорость движения дротика, найти оптимальную манеру, абсолютно комфортную, и начать бросать дротики, ну, я думаю, что для начала, чтобы понять, насколько точно он в состоянии попадать, просто попробуй побросать в центр. Это самая простая точка на мишени, которая кругленькая, и все вокруг нее понятно, то есть, если вы бросаете в центр, то вы четко понимаете, вы попали в него или не попали? Такая вещь, которая приходит сразу. Ну, вот, отлично, видите, два дротика в булл попал, один в зеленый коль. Игорь, а почему булл? Хороший вопрос, это идет из истории Дарс, так как Дарс пришел из Англии, то есть такая легенда, когда-то, когда были местовые походы, из похода вернулись лучники, так как стрелять в больших пространствах у них, может быть, не было, или, может быть, просто была плохая погода, они ломали свои стрелы, делали их короче, и в память соревновались бросками до бочки винной. И на бочки они рисовали голову быка. Естественно, там рисовали глаз быка и голову быка. Глаз быка, да, бул-ай, сокращенно бул, потом появился, наверное, все-таки я верю вот в эту историю, что именно оттуда и пошло. Уж больно, это логично, я бы так сказал. Что еще я хотел бы добавить, это очень важный момент, как стоять. Существует множество возможностей и по правилам игры вы имеете право перемещаться вдоль линии броска. И есть игроки, которые бросают, допустим, с этой стороны, с левой, к оке от нашего рубежа, кому-то удобно так. Кто-то бросает, включая моего любимого игрока Джона Лоу, кто-то бросает с правой стороны оке. Мне вот лично, комфортно бросать точно напротив в мишени. Ну, может быть, потому, что когда мы учились, нам говорили, что это наиболее правильно и объективно, если посмотреть сейчас максимальное количество игроков, я думаю, что 95% игроков все-таки бросают точно на торце в мишени, не передвигаются. Но хотя и в нашем чемпионате, в России, есть ребята, которые бросают или справа, или слева. Для меня комфортно стоять напротив в мишени, для меня это наиболее как-то логично. Очень интересно. Для меня, я бы, наверное, сказал, что я приверженец игрок старой школы. В чем она заключается? Когда дротики бросают достаточно медленно. Можно сказать, что это не очень быстрый темп бросков. Каждый дротик ты все-таки выверяешь, после этого только выбрасываешь мишень. Сейчас существует так называемая голландская школа, когда игроки бросают дротики очень быстро. и я думаю, что все-таки в первую очередь, хотя я здесь не сам может быть физиологией, я никогда не занимался, я думал, что на это очень сильно влияет дыхание, система дыхания. То есть, когда, допустим, мы бросаем, то скорее всего мы бросаем на выдохе, то есть мы вдохнули и у нас идет выдох, и на каждый дротик у нас свой вздох и выдох. А когда бросают голландцы, то у меня такое впечатление, особенно если брать самого ведущего игрока Майкла Ван Герна, что они бросают на одном дыхании. То есть он делает вдох и все броски у него идут прямо на одном дыхании. Поэтому в терпе его бросков совсем другой. Поэтому я думаю, что очень важно каким-то образом тренировать дыхание, искать свою систему, которая позволяет наиболее опять-таки поддерживать однообразие броска. потому что любое движение руки чуть-чуть в сторону не дает дротику попасть в то, что в цель. Дротику уходят или в один сектор, или в другой. Я имею в виду сектор 5, или сектор 1. Поэтому все очень важно. Любая подготовка требует, конечно, физической подготовки тоже. И, конечно же, общие физические нагрузки тоже важны, потому что многие говорят, ну что это за спорт, да, вот входишь, дротики бросаешь. Мне говорили, опять, к сожалению, я не проверил эту информацию, но я уверен, что так, опять-таки, оно и есть, что один из чемпионов мира в Англии поставил счетчик на время тюрьмы и выяснил, что в течение турнира он прошел до 5 километров. А это очень большинное расстояние. То есть уже нельзя говорить, что это совсем бесполезный вид спорта. Помимо того, что это очень сильно эмоциональный вид спорта, очень сильно психология, психика влияют очень сильно на твой результат. Это, конечно, еще и серьезные физические нагрузки. Поэтому любой нюанс здесь очень важен. Что еще, наверное, хотелось бы добавить для игрока, который начинает тренироваться. Перед тем, как мы перейдем вообще к играм, какие здесь они существуют, я бы хотел сказать, что для себя я сказал следующее, что ты учишься бросать однообразно. Ты учишься попадать в одну точку. Те места на мишени, те цели на мишени, которые ты себе наметил, ты учишься. А тренировать тренировать нужно уверенность. Что такое уверенность? Это когда насладя наше общение, насладя на камеру, ты можешь встать, прицелиться и первым жестким попасть в букву. Ну, видно, так. Спасибо. бросок. Ну что ж, как я сказал, однообразие. Поэтому, если уже теперь рассмотреть бросок целиком, то мы встаем, приносим стационарную тяжесть на опорную ногу, поднимаем руку, так, чтобы наше предплечье было четко по двадцатому и третьему сектору. И дальше, что очень важно во время броска, мы отводим руку, контролируя ее на всем пути, и когда мы выбрасываем руку, рука должна точно пройти весь путь до конца, то есть, как бы сопроводить дротик во время полета. Не важно, что он реально вылетает из нашей руки где-то уже в этом положении, но когда мы делаем так называемую проводку, мы позволяем добиться опять-таки максимального однообразия. То есть, мы работаем над тем, чтобы наше движение было повторяемо однообразно, однообразно, однообразно. И таким образом очень важно взять дротик, чтобы движение опять-таки наши были однообразны, мы держим дротики в левой руке, они нам не мешают, они где-то вот здесь на уровне живота, мы берем дротик, поднимаем его и делаем бросок. Мы берем дротик, поднимаем его и делаем бросок. Мы берем дротик, поднимаем его и делаем И каждый раз мы проводим дротик, чтобы он летел максимально однообразно. Повторяя это упражнение много-много раз за тренировку, мы добиваемся того, чтобы каждое наше движение было максимально похоже на предыдущий. И только так мы можем добиться однообразия. То есть все движение целиком имеет значение. Начиная от того, как вы берете дротик, как вы его отводите и как вы его бросаете. Нет никакого этапа, который бы не влиял на ваше попадание. Каждый этап должен быть отработан и должен быть максимально однообразен. Максимально однообразный отвод, максимально однообразный бросок, максимально однообразная стойка. Очень уверенная. Желательно, чтобы ноги не болтали, чтобы вы не болтали, чтобы вы встали и были одним сплошным монолитом. Опорой для броска. А дальше выброс дротика точной цепи. Ну и безусловно, конечно, хотелось бы отметить, что, может быть, изначально какие-то движения или, может быть, сама стойка для игры «Ранс», они будут не очень удобны, не очень комфортны. Но сейчас, я уже даже не могу сказать, как я мог бы играть по-другому, для меня все это комфортно и естественно. Поэтому, если вы начнете, и вам будет не совсем что-то подходить, то, поверьте, со временем игры, со временем тренировок достаточно быстро, причем очень быстро, весь дискомфорт уйдет и будет играть очень естественно. Очень интересная вещь, что у меня в силу там ряда обстоятельств, в частности, со здоровьем, не всегда получается тренироваться. В последнее время я, можно сказать, вообще не тренируюсь. Но, что интересно, как я уже сказал, игра психологическая и психология, и ментальность в этой игре, как непарадоксальная, имеет достаточно большое значение. Я для себя открыл в последнее время, что можно тренироваться и без розиков, и без мишеней. Вот я буквально последние две недели болел. Единственная возможность, в которой у меня была тренироваться, я визуально у себя в голове прокручивал идеальные для себя движения. То есть, как бы я хотел, чтобы мое движение выглядело со стороны. Хотя, что вот это очень важный момент. К сожалению, наверное, то, как это выглядит со стороны, как вы это чувствуете, очень легко совпадать. Поэтому я всем, 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 особенно начинающим игрокам, всегда рекомендую, снимайте со стороны видео о том, как вы бросаете. И вы удивитесь, что ваши внутренние ощущения не будут совпадать с вашими визуальными реальными. Это очень интересный эффект. И всегда поэтому говорю, что даже когда вы подражаете какому-то игроку, знаете, что, может быть, его внутреннее ощущение, его внутреннее состояние отличается от того, что чувствуете вы и как эту ситуацию воспринимаете вы. Поэтому очень и очень важно, вот прямо повторяю, всегда записывать себя на видео и смотреть, как ты бросаешь. Поэтому, как вы уже видели, я уже сказал, что основная вещь в учении, именно в навыке, это научиться максимально однообразно, комфортно бросать дротики, попадать максимально точно. Но тренировать вы должны уверенность. Вы должны тренировать уверенность, что вы завтра, придя на соревнования, сможете повторить все то, что вы сделали сегодня дома. И вот эта уверенность и только уверенность является целью вашей тренировки. То есть, когда вы уверенно приходите уверенно в себе и делаете то, что считаете нужным на мишени. То есть, любая цель для вас является не преградой. Наверное, последняя вещь, которую мне хотелось рассказать, она такая для меня даже больше была с сюрпризом. Я тут был на Кипре и мои друзья подарили мне вот такое нехитрое приспособление. Оно у нас тут на протяжении всей нашей беседы простояло внизу. В чем оно интересно? Мы подходим сейчас к мишени, я вам покажу, как оно нарисовано. Вот если ее приложить и посмотреть, то средняя линия должна лежать на полу, напротив центра мишени. Тогда получается, что левая линия практически напротив сектора 16, а правая линия напротив сектора 10. То есть, эта доска позволит нам выяснить, насколько точно мы стоим напротив мишени. Она должна располагаться внизу, четко, вот эта линия параллельно плоскости, или припанибулярно, в данном случае плоскости мишени. Мы ее уклонем. Она должна быть прямо вот в мишени. Что происходит дальше? И здесь очень важное значение имеет как раз Охи и наш барьер, который не просто нарисован линией, а именно имеет такой вардюрчик. Потому что это наша задача не глядя, только смотря в мишень. Подойти, встать, прицелиться и бросить дрожь. А после этого опустить голову вниз. И если ваша линия, вот ваша линия, абсолютно ровная, вот у меня сейчас, я смотрю на нее, она абсолютно ровная. Тогда вы стоите абсолютно точно напротив мишени, и вы стоите абсолютно правильно для вас. Потому что, если вы чуть-чуть отошли в сторону, или вы чуть дальше переступили, то вы увидите, что линия на верхнем бруске и на нижнем не совпадает. Игорь, какие игры существуют? Я думаю, что прежде чем мы разберемся, какие существуют игры, я расскажу, как устроена мишень. Мишень устроена очень просто. На мишени есть 20 секторов. С 20 по 1. Все можно найти на мишени, они в разном порядке. А также есть круг удвоения и круг утроения. Что это значит? Что если мы берем сектор, например, 20, и берем вот эту вот часть сектора, которая попадает в круг удвоения, то, соответственно, эти очки удваиваются. То есть, это уже не 20, это 40 очков. Если мы берем круг утроения, то здесь уже не 20, а 60 очков. И так по всей мишени. Тогда мы сейчас переходим к игре. Одной из основных игр, которая является, наверное, доминирующей игрой на всех соревнованиях, это игра 501. Вторая игра, которая, ну, наверное, не менее популярна, она просто будет как-то варьировать по регионам, но не менее популярна, это игра Крикет. Сначала мы расскажем о игре 501. В игре 501 смысл игры заключается в том, что вам перед началом игры дается 501 очко, и вы должны его списать, эти очки, как можно быстрее до нуля. Я единственное, что забыл сказать, что центр мишени, или бул, это 50 очков, а зеленый сектор, это 25. Поэтому максимальное количество очков, как это не парадоксально, потому что многие, когда смотрят на мишени, для них, естественно, как в стрельбе из огнестрельного оружия, например, или из лука, бросать или кидать, или попадать в центр. Но здесь это не совсем так, потому что, например, для игры 501 максимальное количество очков достигается попаданием в утроение сектора 20. Соответственно, это самый привлекательный сектор в этой игре. И, как я уже сказал, перед началом игры вам дается 501 очко, и ваша задача как можно быстрее дойти до нуля. Но весь интерес игры, вся цель игры сводится к тому, чтобы попасть в удвоение. То есть вы не можете закрыть игру или окончить игру, попав, например, если у вас осталось 20 очков, просто в сектор 20. Почему? Потому что по правилам игры ваша задача – попасть обязательно в удвоение. Вы должны попасть в удвоение 10. И в этом и является сложность этой игры. Есть еще, правда, одна такая разновидность этой игры, которая называется Double Start, Double Finish. Тогда еще и при начале игры, чтобы начать игру, начать списывать свои очки, вы должны попасть в любое из дабл или удвоение числа, и только тогда вы имеете право бросать и набирать максимальное количество очков. То есть, например, вы хотите начать игру, и вы, например, можете попасть или в удвоение 16, или удвоение 8, и после этого вы можете бросать уже в утренение, набирать максимальное количество очков. Но если говорить о простой разновидности игры, которую, допустим, и на наших соревнованиях, которые я провожу, играют, то это вот такая игра. Вы должны за минимальное количество дротиков постараться списать 501 очко. Крикет. Крикет – немножко другая игра, с другими правилами. Там задача следующая. В игре участвует не вся мишень. В игре участвует только сектор 20, сектор 19, 17, 18, 15, 16 и центр мишени 25. В чем суть игры Крикет? Ваша задача – как можно быстрее попасть 3 раза в каждый сектор. При этом попадание в удвоение считается как попадание 2 раза в сектор. Попадание в удвоение считается как попадание 3 раза в сектор. Поэтому, естественно, в этой игре все стараются бросать максимально близко к удвоению, потому что попадание в удвоение сразу закрывает сектор. В чем суть? Ваша задача максимально быстро закрыть сектора, в случае, если ваш сектор закрыт, а сектор соперника не закрыт, то есть, например, у него два попадания, то вы имеете возможность записать на него очки. То есть, если вы попали в сектор 20, например, закрыли его, и вторым дротиком попадаете просто в сектор, а ваш соперник еще даже не бросал сектор 20, то вы имеете возможность на него написать 20 очков. Попадаете еще куда бы ни было, если попадаете в утроение, значит зависит от 60 очков, выдвоение 40 очков, имеете право написать. И выигрывает тот, кто закрывает все свои сектора в первом и набирает количество определенных очков, которое больше, чем у соперника. Вот там суть игры немножко другая. А как нужно тренироваться, чтобы добиться успеха? И что нужно тренировать? Как я уже сказал, тренировка должна иметь некие три этапа. Первый этап – это постановка броска. То есть вы должны поставить, как я уже сказал, абсолютно правильный бросок, который позволит вам максимально однообразно и точно бросать. Когда вы научились, и ваш бросок вас уже полностью удовлетворяет, потом вы должны научиться смотреть постоянно в цель, куда вы бросаете. Ну, например, если для вас цель – это утроение на 60, вы должны уже не думать о том, как у вас стоит рука, как вы держите дротик. Вы должны видеть только свою цель. И весь предыдущий навык, все то, чему вы научились, делая правильный бросок, должно вам только помогать попадать в эту цель. Потому что вы должны быть созредоточены только на той точке, в которой вы хотите попасть. Ну и, как я уже сказал, наверное, самый важный момент – он не всегда, к сожалению, тренируется дома. Не всегда. Это все-таки должна быть уверенностью. То есть, когда я сказал, что вы тренируете уверенность, это не просто так. Вы должны именно научиться быть уверенными, что в любое место, куда бы вы ни приехали, на какие бы соревнования, на какой бы между собойчик, вы сможете сделать и повторить то, что вы делали и чего добивались дома. Но это все-таки на уровне ментального. А что касается навыков попадания в конкретные цели. Если мы говорим, допустим, об игре крикет, то, безусловно, вы играете в сектора определенные, и вы должны тренировать попадание в эти утроения. Здесь, в этой игре задействованы только утроения этих секторов. Если вам нравится эта игра, конечно, вы должны быть уверены, что вы легко будете попадать в эти утроения, потому что именно они приносят вам победу. И, конечно же, центром мишени, булл и 25. Это очень важно. Но если мы говорим об игре 501, то здесь все-таки гораздо более сложная система тренировок. Потому что помимо четкого попадания, допустим, утроения 20, или утроения 19, или утроения 18, потому что иногда бывает так, что вы не можете достаточно в хорошей степени или с чувством большого комфорта бросать в утроение 20. Но при этом вам абсолютно комфортно, и вы стабильно попадаете в утроение 19, что может вам помочь в игре. И вы тренируете, конечно, эти утроения. Но здесь еще нужно хорошо себе знать окончание и подход к необходимому вам даму. Игроки высокого пролета начинают считать очки уже с 306 очков, потому что с 306 очков можно закрыться с шестью дротиками. То есть попасть в необходимый набор первыми тремя, и потом выйти на окончание, допустим, 170-167, которые позволят вам в следующем подходе уже окончить игру. Но, к сожалению, я не настолько хороший игрок, и начинающему игроку, конечно, рано задумываться о таких цифрах, но где-то с 201 очка уже имеет смысл считать, потому что даже у начинающего игрока может быть хорошая серия. Вот, например, у вас 200 очков, да, и вы попали первым дротиком в один, вторым дротиком вы попали в 20. Ну, я бы на всякий случай бросил бы в 19, потому что вы оставляете 160 очков, и в следующем подходе у вас есть шанс выйти на удвоение. Вы можете попасть в 20, 20, и давай на 20. То есть 120 очков, и 40 это как раз те 160, которые вам и необходимы. Понятно, что, может быть, сначала это сложно, но в конечном итоге это может помочь в какой-то ответственный момент, потому что у вас это получится. Поэтому вы должны изначально уметь считать и выходить на необходимые вам удвоения. Но не будем говорить сейчас о системе больших чисел, поговорим о том, какие удвоения являются наиболее оптимальными. И такими удвоениями являются те удвоения, которые имеют так называемое продолжение. Самое большое удвоение, ну, конечно, не будем говорить о том, что центр мишени или булл является удвоением сектора вокруг 25 и тоже может быть окончание, но первым таким большим удвоением, которое находится на кольце удвоения, является удвоение 20. Чем оно комфортно? Мало того, что оно самое первое по своей цифре, оно позволяет в случае промаха вовнутрь сделать еще дополнительно все-таки 3 хода. То есть вы можете, имея удвоение с 20, и имея 3 дротика на руках, сделав 2 промаха, иметь возможность сбросить удвоение. Следующим, ну, наверное, на доске максимально комфортным удвоением является удвоение 16. То есть здесь вы можете промахнуться несколько раз и потом иметь дальше продолжение хода, да? То есть у вас еще будет возможность бросить удвоение, даже если вы сразу не закрылись. То есть очень важно в этой игре считать. Ну, не будем говорить уже о том, что здесь, конечно же, присутствует такое же удвоение 18, где 2 хода удвоения 12, где есть 3 хода, и удвоение 14, комфортное тоже, которое имеет 2 хода. Потому что в процессе игры мы так или иначе добираемся до каких-то удвоений, которые нам необходимы в игре, для того, чтобы максимально быстро закончить игру. Потому что когда ты играешь на более-менее хорошем уровне, твой соперник может не дать 2-го раза и 2-го шанса бросить удвоение. И тут я бы перешел к той волшебной таблице, которая висит у нас в уголочке, и я бы рассказал, для чего она нужна. Вот эта таблица, это как раз таблица окончания. То есть когда я говорил о системе больших чисел, то в этой таблице указаны все числа, которые можно закрыть сначала 3-мя дротиками, а потом и 2-мя дротиками. И вот максимальное число, которое можно закрыть 3-мя дротиками, это 170. Надо попасть в удроение 20, удроение 20 и в центр мишени, гул. Итак, здесь есть цифры, которые, к сожалению, при больших числах закрыть нельзя. Например, 169 и 168 не закрываются. Ну, шансов нет. 166 и 165 не закрываются. Поэтому здесь указаны все числа, какие возможно закрыть 3-мя дротиками. Здесь вот 2-мя дротиками. Ну, здесь вот некомфортное число, которое закрывается 3-мя дротиками с переходом, допустим, здесь вот 94, 95, 91 через бул, и дальше ты попадаешь на дабл. То есть максимально быстрая игра при экстренной ситуации, когда ты находишься в цинкноте, когда твой соперник тоже уже близок к окончанию игры, когда ты должен максимально быстро добраться до удвоения. Вот эта таблица во многих мишенях, особенно если мишени достаточно дорогие, во многих мишенях она внутри коробки. при продаже мишени, и с ней можно ознакомиться. Есть такие маленькие таблички на руку, но любой начинающий игрок обязан выучить это как таблицу умножения наизусть. Это очень важно для того, чтобы играть в датсвуде на каком-то уровне, не умея считать, выиграть очень-очень сложно.